Номер 8. Самый обширный субтропический заповедник Соединенных Штатов. Только сейчас мы начинаем приближаться к разгадке тайны этого прекрасного уголка природы. Заповедник Эверглэйц во Флориде. Это единственное место на Земле, где аллигаторы существуют вместе с крокодилами. Здесь пресная солёная вода создаёт уникальную экосистему, где растут мандровые деревья и осока. Основной причиной создания парка послужило многообразие растительного и животного мира. Это многообразие прежде всего обусловлено тем, что территория заповедника с одной стороны включает умеренный пояс с присущим ему своеобразием растительного и животного мира, а с другой стороны тропики, в основном, Карибское побережье с его растениями и животными. Эверглэйц является величайшим заповедником живой природы. На его территории обитает более 400 видов птиц. Для Эверглэйц характерны многочисленные формы растительной и животной жизни, но этой обширнейшей экосистеме угрожает опасность. Майк Ченновет возглавляет организацию «Друзья Эверглэйц». Самой большой проблемой для Эверглэйц всегда было развитие сельского хозяйства и осушение земель. Сейчас мы пытаемся восстановить экосистему заповедника и вернуть ее в прежнее состояние. Организация «Друзья Эверглэйц» была основана одной из самых выдающихся защитных заповедника Маджери Стоунген Дуглас. Маджери Стоунген Дуглас была той силой, из которой приходилось считаться. Она не обладала громким голосом, но в то же время умела убедить собеседника отстоять свою позицию с чрезвычайным благородством. Маджери Стоунген Дуглас боролась за спасение Эверглэйц от исчезновения в течение более полувека до самой своей смерти. Маджери Дуглас верила в то, что Эверглэйц уникален. На свете больше не существует такого места. Организация «Друзья Эверглэйц» и ее основательница Маджери Стоунген Дуглас успешно боролись против строительства на территории заповедника взлетно-посадочных площадок и оросительных каналов, которые могли бы нарушить систему стока дождевых вод к замоченным местностям заповедника и поставить под угрозу само существование этой величайшей природной экосистемы. Людям важно помнить о том, что их действия могут тем или иным образом сказаться на заповеднике Эверглэйц. В поэтической воде, посвященной Эверглэйц, Дуглас называет заповедник травяной рекой. Ее творчество привлекло внимание общественности к заповеднику. В 1947 году Эверглэйц был объявлен национальным заповедником. Можно часто услышать, как люди называют Эверглэйц травяной рекой. Можно остановить лодку посреди заповедника, оглядеться вокруг и не увидеть ничего, кроме травы, на многие километры. Рэд Вуд передвигается по Эверглэйц в катере на воздушной подушке и хорошо знает эти места. Ему также известно многое о самых знаменитых жителях заповедника аллигаторах. У аллигаторов много интересных особенностей, например, перепончатые лапы, которые помогают им плавать и пробираться сквозь грязь, которой здесь предостаточно. Это не единственная особенность аллигаторов, настраивающая Рэда на поэтический лад. Иногда невредно бывает и пообедать, как говорится в пословице. Рэд не единственный, кто наслаждается красотой и дарами этого уголка. Эверглэйц является частью рыбной промышленности Флориды и главным природным ресурсом штата. Для того, чтобы увидеть красоту Эверглэйц, необязательно жить во Флориде. Здесь можно наблюдать такое разнообразие форм жизни. Удивительно то, что в заповеднике человек всего несколькими метрами отделен от дикой природы, которая зачастую таит в себе смертельную опасность. Это поинтереснее, чем Диснейленд. Кто же хочет уехать из такого райского уголка? Людям необходимо понять, что они должны жить в гармонии с окружающей природой. Эверглэйц – одна из уникальнейших систем планеты в нашем списке под номером 8. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова